по инфляции, по розничным продажам в США и в целом еще движения на эти недели будут такие очень сильные. Сейчас, если смотреть на рынок облигаций, то спред немножко скорректировался вверх. В целом это небольшая такая коррекция после того сильного падения пары. При этом сильно вверх скорректировалась и здесь пока получается такой вот нейтральный фон. Если бы спред сильно вырос на графике этой линии синего цвета, тогда можно было бы говорить однозначно о развороте. Я пока все-таки думаю, что еще разворот не оформился и еще будет все-таки движение вниз. И здесь пока спред тоже на это не показывает, то есть такой символический пока рост. И по индикатору RSI на четырех часовках сейчас стоит дивергенция в области перекупленности. Обновили максимум азиатской сессии недавно, совсем в предыдущем часе. При этом RSI на новый максимум не пошел. По часовкам RSI показывает 66, то есть рядом с областью перекупленности. И ADX пока трендовый, тренд вверх на четырех часовках показывает 38 и там и там и тренд восходящий. Таким образом, здесь получается, что и вверх пара может сходить и вниз. И рынок облигации пока ничего такого интересного не показывает. Примерно на том же уровне, что и вчера. Разница небольшая, такая символическая коррекция. И что касается новостей, то новости сегодня будут только поздно вечером. У нас сейчас по Москве протокол ФРС. И на мой взгляд, на этом протоколе пара евро-доллар сходит немножко вниз. Доллар укрепится, потому что там ФРС укажет, что будут они продолжать повышать ставки. Будут они сокращать покупки облигаций, так называемый свой баланс сокращать. И для доллара это небольшой такой позитив. И если все это суммировать, то получается картинка такая запутанная. Тут и трендовые области, и дивергенции есть на четырех часовках. И куда, и туда, и сюда. И скорее всего, так примерно и будет. То есть сейчас я думаю, что пара сходит вверх немножко. Подрастет к 18.40, 18.50. И потом она уже пойдет отыгрывать эту дивергенцию, которая на четырех часовках сейчас есть. И пара как раз в этих американских новостях упадет к ближайшему уровню поддержки 17.87. То есть еще немножко вверх и потом вниз на 17.87. Если же сегодня у нас будет такая вот сильная реакция вниз по протоколу ФРС, тогда завтра и в пятницу также будет сильное падение. Если реакция будет слабая, значит снижение будет пары тоже такое слабое. И уже тогда в следующей неделе будет стабильный хороший рост котировок. Вот такой взгляд от пары евро-доллара. Что касается пары фунт-доллар, то здесь примерно та же картинка, как в случае с евро. Сейчас EDX трендовый на четырех часовках. При этом, если посмотреть по индикатору RSI, то здесь у нас нет пока никаких экстремальных областей. И пара здесь может расти. Причем здесь рост более такой, может быть, хороший. Потому что по евро все-таки уже есть дивергенция. Здесь никаких дивергенций нет. И пара фунт-доллар, на мой взгляд, сейчас в ближайшие часы будет обновлять вчерашний максимум. Максимум был 32.24. Сейчас котировка 31.98. То есть пара сходит на 32.35-32.45, вот куда-то туда. То есть от текущих уровней пунктов на 40-45 вверх. И затем уже на американских новостях поздно вечером будет снижение к уровню поддержки 31.84. Что касается следующей нашей валютной пары, это у нас пара доллар-японская иена. Здесь сигнал получается сейчас вниз. Потому что здесь у нас по рынку облигаций самая такая сильная тенденция. Она и вчера была, и вчера пара снизилась, обновила минимум, который был у нас в понедельник. И здесь получается, что сейчас тенденция еще более сильная даже, чем накануне. И здесь по этой валютной паре можно ждать сейчас снижение котировок к 112.10. Нижние по Боллинджеру на часовиках сейчас 112.35. Поскольку сегодня, в принципе, новости будут только поздно вечером, но сегодня не будет новостей по нефти. Потому что в понедельник был выходной в Америке. Обычно по нефти новости в среду вечером бывают. Новости будут завтра вечером, в четверг. И получается вот этот сам протокол, он поздно вечером. Поэтому тут и особо отдельных таких движений до этих новостей не будет. Потому что на новостях ФРС, там заседание ФРС, протокол ФРС, всегда движение очень сильное. И здесь получается, что вот эту самую нижнюю по Боллинджеру пара может протестировать. Почему сильно вниз пара не пойдет? Сейчас нет трендового участка по ADX. Часовые графики, четырехчасовые и дневные показывают флет по ADX. И поскольку вот спрет облигации эта линия синего цвета падает и падает сильно, то получается, что до нижней может пара дойти. И там лучше закрыться на 112.10 и больше ничего не делать, потому что тренда пока нет. То есть сейчас, поскольку ADX флетовой, RSI тоже ничего интересного не показывает, никаких ни дивергенций, ни перекупленностей, ни перепродностей, то получается, что будет торговля во флете. И флет – это нижняя и верхняя границы по Боллинджеру на часовиках. То есть это у нас получается внизу 112.10, а вверху 112.50. И получается, что сначала вниз к 112.10, а потом на американских новостях вверх к 112.50. Вот такой взгляд на три основные валютные пары. Так, сильный это пунктов 50. Роман, если иметь в виду сильный на ФРС, то чтобы была такая хорошая реакция на укрепление доллара, то, допустим, если пара евро-доллар говорит, то в идеале, конечно, нужно, чтобы день закрылся где-то 17.50, 17.60. Тогда, значит, будут как раз хорошо падать по евро-доллар в четверг и пятницу. То есть хотя бы минимум пунктов 50 и закрытие дня где-то там 17.50, 17.60, тогда будет хорошая свечка. Может быть реакция будет более такая скромная и день не закроет на этих отметках, а закроет повыше. Поэтому мы, в принципе, рядом с разворотной точкой, но поскольку в пятницу новости будут хорошие по Америке, то я пока исхожу из того, что как раз и в пятницу будет вот еще снижение и разворотная точка уже либо в пятницу вечером, либо в понедельник. И сейчас вот дивергенции тут тоже как раз пара может отыграть. Что касается российской валюты, то по российской валюте здесь я пока склоняюсь к тому, что пара доллар-рубль продолжит свой рост. Она на этой неделе у нас в понедельник дошла до 58.50, сейчас опять скорректировалась. Пока вот 58.50 не может закрепиться выше, но уже два раза там была и в конце сентября 28-го, и на этой неделе 58.50. Я думаю, что все-таки туда будет движение в этой области повыше, поэтому здесь я думаю, что будет 59.50 плюс-минус. Когда это случится, наверное, я думаю, в конце октября, начале ноября. Затем, я думаю, что будет движение на укрепление рубля уже где-то. Вот это рождественское ралли, я думаю, пройдет, которое обычно начинается где-то в середине ноября и до самого такого Нового года, длится до 31 декабря. Я думаю, что в этот период будет расти нефть, будет расти рубль, будут расти акции в России, в Америке, там еще где-то, в Европе. Перед вот этим делом, перед этим ралли, я думаю, что все скорректируется. И по нефти, я думаю, что вполне нефть может в этот период рождественского ралли сделать 60, полбренд, и я думаю, что туда как раз и пойдет психологический уровень. Потому что были новости, что Саудовская Аравия с ноября сокращает на полумиллиона баррелей экспорт, то есть она будет меньше продавать своим партнерам, она будет у себя забивать хранилище. То есть они тем самым пытаются как-то тоже провести какие-то мероприятия, чтобы цены еще подросли. Почему они это делают, в чем у них здесь выгода? Ну, кроме того, что им нужна, собственно, нефть, потому что у них бюджет страны, как и бюджет России, допустим, бюджет Казахстана, бюджет Азербайджана, это вот такие страны, в которых бюджет формируется от продажи нефти, нефти и газа. В первую очередь нефть, поэтому им это выгодно, как и России, допустим. И вторая причина, почему им это выгодно, потому что в следующем году будет IPO, их государственная компания, то есть IPO – это первичное размещение акций на бирже. Компания сейчас полностью 100% государственная, саудиорамка называется. И вот эта компания, 5% и его акции в следующем году выведут на биржу, то есть продадут инвесторам. И, соответственно, чем выше цена нефти, тем будет выше стоимость компании, тем больше соудиты получат денег. То есть они продадут 5% и эти деньги направят в бюджет, потому что у них там тоже дефицит бюджета, проблемы с бюджетом и так далее. Поэтому они, вот, саудиты, всякие такие мероприятия проводят, чтобы в следующем году цена на них была стабильная и повыше, чем текущая. Они примерно так вот хотят, чтобы котировки были 65-70, и, может быть, они как раз и сделают все, чтобы туда котировки пошли. Поэтому я думаю, что где-то к концу года, декабря, там, перед Новым годом, 60 будет по бренду, а в следующем году, наверное, как раз вот к этим уровням они и пойдут. Потому что Саудская Аравия – это такой вот ключевой производитель нефти в мире. Поэтому сейчас получается по рублю, исходя из этого, все стабильно. И даже то, что он может там упасть 59,5, это же ничего такого плохого нет. То есть пока по рублю, я думаю, что все будет нормально, и в следующем году в том числе, потому что нефти, судя по всему, будет стоить дорого. Потому что вот это пока надо Саудитам. Потом, когда они проведут это размещение акций, продадут 5%, там кто знает, что будет. Может быть, цена и упадет на сколько-то, а может быть и нет. Но пока вот Саудиты, они настроены именно на это. То есть у них сейчас задача как можно дороже продать эти 5%, и там китайцы уже выстроились в очередь на покупку. Другие всякие разные страны тоже хотят купить. То есть там сейчас есть интерес к этим акциям, и Саудиты понимают, что если цена на них будет выше, то и стоимость тоже будет выше, поэтому они сейчас вот такие мероприятия начинают проводить. Поэтому для рынка нефти все складывается неплохо. И вот я думаю, что Рождественская ралли будет хорошо и для акций российских, и американских, и нефти, и рубля в том числе. Что касается, почему не попался прогноз вчера. Иван, я все-таки думал, что пара пойдет вниз, исходя из того, что по рынку облигаций спрайт упал на новые минимумы. Но он упал на новые минимумы, пара пошла дальше вверх. То есть раскрылять случилось, такое тоже иногда бывает. Если бы так вот было всегда, что прям вот спрайт показывает там одно и пара тоже, не всегда прям абсолютно в 100 случаев из 100, тогда все было бы здорово. Тогда можно было прям легко бы торговать, ни о чем не думать. Но такие вот периоды иногда бывают. Поэтому я просто взял совокупность факторов, рынок облигаций, технические факторы были вчера тоже. И вот пришел к этому. Но вот случилась такая раскорреляция. То есть такое тоже иногда бывает. И причем такие раскорреляции мы смотрели и на прошлой неделе один раз, она была и на позапрошлой неделе. Но потом все возвращалось. Поэтому тут как бы исходило из того, что было, но вот случилось так. Поэтому я думаю, что сейчас еще немножко вверх доработают, и потом будут отыгрывать дивергенцию. То есть прям сейчас дивергенцию не будут, потому что EDX на часовках трендовый. Вчера он был флетовый абсолютно. То есть вчера пара росла, при этом EDX весь день был флетовый. И тоже получается, что вроде как не на чем было расти, но все равно росли. И дивергенция есть, но ее отыграют, я думаю, чуть попозже. Сейчас все-таки еще рынок повыше загонят немножко, а потом уже поведут его вниз. Теперь, что касается других инструментов, пара доллара американский, доллара канадский стоит во флете. И такой флет после сильного роста указывает на то, что будет еще раз движение вверх. Такие графики иногда можно видеть, и довольно часто, когда у нас там либо сильный рост, либо падение, потом флет, и потом дальше выходим вверх. И вот сейчас именно по этой валютной паре такая ситуация и наблюдается. Росли почти весь сентябрь, вошли во флет. Флет такой узкий, небольшой. И тут надо ждать выхода дальше вверх. Поэтому здесь по этой валютной паре, доллар американский и доллар канадский, я смотрю, что пара пойдет вверх от текущих уровней 25.14 к верхней по Боллинджеру на дневном графике 1.2643. Вот эта верхняя по Боллинджеру, она как раз и показывает, что туда пара пойдет. Здесь вопрос времени. Может быть, это движение начнется прям сегодня в новостях по ФРС. В принципе, это новости не вот, что прям какие-то супер там важные, но рынок под них может движение сделать. И просто вот так рынку захотелось именно ждать этих новостей. А может быть, только завтра, когда будут новости по нефти, и пара пойдет вверх, потому что пара с нефтью сильно коррелирует. Поэтому тут картинка очень хорошая, такая хорошая трендовая область. И прям напрашивается дальше вверх. Как вот раньше мы смотрели эту валютную пару, она падала, потом входила в Афлет, дальше падала, входила в Афлет, падала, входила в Афлет. Так это все продолжалось у нас все лето. Все лето мы об этом говорили. И она вот так двигалась. Теперь росли-росли, теперь вошли в Афлет. Теперь, значит, дальше вот в рост. То есть здесь очень такой хороший график, хорошая техническая такая картинка, чтобы сходить вверх к верхней по Боллинджеру, ее доработать и потом уже от нее скорректироваться. Уважаемые коллеги, также хотелось бы сделать большой анонс. Сегодня мы проведем, можно сказать, через 3 часа уже в 14 часов по Москве онлайн-конференцию. Сегодня у компании Fresh Force с день рождения 13 лет исполняется компания. И в честь этого события у нас будет онлайн-конференция. Будет выступать 5 спикеров. Темы самые разные. Начнем мы с анализа волны дота. Лукин Василий расскажет. Потом также будут анализы опционов. Опционы на валюты, на индексы, на золото, на нефть. Что показывает рынок опционов. Опционами торгуют крупные участники рынка с большими деньгами. И спикер Андрей Петрович расскажет об этом. Также потом Евгений Катышев расскажет, как можно использовать объемы на фьючерсы. И как это все можно использовать при торговле в наших с вами терминалах. МТ-4, МТ-5. Два терминала на выбор. И также мы еще рассмотрим ценовые паттерны торговли на новостях. В общем, вот такая будет у нас онлайн-конференция. С 4 часов по Москве. То есть почти через 3 часа она начнется. Трис небольшим осталось. И примерно до 8 часов по московскому времени. Вот такой вот 4-часовой марафон будет выступлений. Приглашаю всех принять участие. Приходите сегодня. Также, кроме того, что вы сегодня можете узнать много интересного на самые разные темы. Сегодня еще будет викторина с призами. В качестве приза будет бонус. Это участвует в просадке. Бонус на торговый счет. 30 долларов за каждый правильный ответ. Каждый из вас может получить 30 долларов. Причем, если вы ответите 2 раза правильно, то вы можете получить 60. То есть нет ограничений, что один участник может получить только 30. Главное ответить правильно. И ответить первым, кто раньше всех напишет в чат ответ. Ответ нужно будет в чат писать. Я тоже о правилах коротко расскажу сегодня. Тот и получит бонус на свой торговый счет. Вот такая сегодня у нас будет онлайн-конференция. Приходите. Буду рад вас всех видеть на этот проект. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...